Значит, мой доклад — это, по сути, первая часть двух докладов. Следующий доклад будет о моей коллеге, тут же, сразу за мной, по продвинутым техникам, то есть как уже с вебобилдером работать. Я поподробнее расскажу, как начать с вебобилдера, вообще начать использовать вебобилдер, с чего надо начинать, куда копать. Значит, прежде всего вебобилдер — это у нас основанное на серверных технологиях решение. Ну, то есть вебобилдер — это конструктор веб-приложений, картографические веб-приложения у нас основываются либо на Argus сервере, либо на Argus онлайне. То есть, в общем, можно сказать так, если вы хотите пользоваться вебобилдером, у вас должен быть либо какая-либо лицензия Argus сервера, либо какая-либо лицензия Argus онлайне. Вот просто вебобилдер без этих двух продуктов использовать невозможно. Чтобы, грубо говоря, говорить про вебобилдер более наглядно, просто хотел бы показать два примера, собранные с помощью него. Один, грубо говоря, очень простой пример, но в то же время наглядно демонстрирующий, где у нас есть карта, есть какие-то метки и всплывающие окна. Есть интерфейс. Вот именно сам интерфейс создан в вебобилдере. То есть вот эти так называемые виджеты, инструменты, работа с базовыми картами, легендой, со слоями. И вот все это тематическое оформление — это часть вебобилдера. Мы ее запускаем через веб-интерфейс. Это самый простой вариант. Но в то же время вебобилдер позволяет создавать и очень сложные приложения аналитические. Вот я тут взял приложение моих коллег из Интергиз. То есть здесь поводка и ситуация. Кликаем на гидропост. Сразу тут отрисовывается график. Есть какие-то аналитические виджеты, где сразу подсвечиваются угрозы прорыва паводка, основанные на атрибутах. То есть это не просто какие-то символы. А построение графиков самых различных. Так как на это мы посмотрели. Такого типа. То есть возможности его расширяемые. Не только простой функциональности, но и сложные в том числе. Включая переход в трехмерный режим. То есть вебобилдер поддерживает и 3D-сцены, которые мы умеем создавать средствами портала и аргиз онлайна. Соответственно, здесь никаких трехмерных объектов не будет. Здесь по сути только рельеф. И что-то еще здесь должно быть. Инструмент объема уровня воды здесь просто в таком виде. Ображено в этом рельефы. То есть мы меняем уровень подъема. И с учетом рельефа видим, как река заполняет, естественно, пойму и окружающую территорию в случае наводнения. Ну, в общем, просто один из примеров. То есть такая функциональность. То есть о чем идет речь. Следующее. Какие продукты, соответственно, есть в вашем распоряжении, которые вам позволят вебобилдерам пользоваться? Ну, давайте небольшой пресс-опрос. У кого есть только десктопы здесь сидящих? Поднимите руку. У кого есть аргиз сервер? Чуть больше. А у кого ничего нет из здесь сидящих? Из вот этого списка десктопы сервера? И остальные, по идее, должны быть. Кто-то лукает. Ну, в общем-то, идея какая? Вот, независимо от того, какой здесь из этих пунктов, вы, в принципе, можете начать работать с вебобилдером. Каким образом? Если у вас есть аргиз сервер и аргиз десктоп, соответственно, если у вас аргиз сервер выше версии 10.3.1, соответственно, у вас есть доступ к модулю портал. Вы его можете поставить. Можете его поставить сбоку, да? То есть вебобилдеру не обязательно, чтобы он был там с сервером интегрирован жестко. Ну, просто необходимо само наличие портала. Если у вас есть только десктоп, и мы много об этом говорим, да, если десктоп на техподдержке, то аргиз онлайн предоставляется вместе с десктопом. Вы можете использовать аргиз онлайн для работы в вебобилдер. При этом, как бы, дальше вы там думаете, как эти данные передавать в вебобилдер. Не обязательно, что их надо копировать в аргиз онлайн. Может быть, вы вообще пользуетесь внешними какими-то сервисами. Это можно в вебобилдер подключать. И если у вас нет ничего из выше обозначенного, то есть аккаунт для разработчиков, да, и, соответственно, вы там можете зарегистрироваться и использовать вебобилдер для тестирования и разработки. Это запрещает использование его в коммерческих целях, но позволяет вам им поработать. Соответственно, когда мы говорим о вебобилдере, именно запуске приложения, он может быть встроенный в портал и аргиз онлайн, и может быть его отдельная установка с помощью как раз-таки девелоперской версии. О чем вообще смысл? В чем смысл? Вот, допустим, когда я здесь открываю приложение, у меня вот такой адрес формируется. apps, webappure, индекс и айдишник. То есть что это означает? У меня есть портал, вот висящий на этом адресе, gis.72.to.ru, да? То есть портал. Могу вот так в него зайти. Какая-то внешняя витрина. И при переходе я попадаю в вебобилдерское собранное приложение. Но оно жестко встроено в портал, в адрес портала. Если мы говорим, что портал нам не нужен, но нам необходимо использовать вебобилдер, а портал у нас где-то сбоку стоит, мы можем использовать как раз-таки вот отдельную сборку вебобилдера, на ней собирать приложение и размещать на собственных веб-серверах. То есть в данном случае вот у меня есть веб-сервер, наш demoizrecis.ru. Я собрал приложение на своем настольном компьютере. Да, он использует внутри доступ к порталу, но внешне он висит совершенно на другом адресе и вообще нет никаких ссылок на портальную часть. Он сам по себе по сути работает. Это тоже возможно. И, ну, соответственно, может быть встроенный в портал, да, аналогично, так как портал по своей сути и Argus Online они похожи, да, соответственно, может быть встроенный в Argus Online, может быть отдельная установка, которая ссылается либо на Argus Online, либо на портал. А при этом само веб-приложение вынесено на ваш собственный веб-сервер. И как бы как итог, да, в любом случае у вас должен быть либо портал, то есть который идет к Argus серверу, либо Argus Online. Но это не означает, что туда вы должны копировать данные. Зачем же тогда необходимо эти два продукта? Первое — это для доступа к веб-билдеру, если у вас он работает для кого-то, он должен быть открыт, для кого-то закрыт, да, для разграничения прав доступа, то веб-билдер, ну, как бы, требуется авторизация, соответственно, например, через портальных и онлайновских пользователей. И самое главное, даже вот с авторизацией тут еще можно разные варианты использовать, допустим, авторизацию Argus сервера, в первую очередь подключать, то самое главное, что для чего нужен портал или онлайн, это для подготовки веб-карты, веб-мэпа. Вот сейчас мы остановимся как раз-таки на подготовке веб-карты, веб-мэпа и вообще что это такое, откуда это появляется. Значит, вообще, как бы, идеология. Идеология такая, что у нас есть веб-сервисы, это с Argus сервера, с каких-то внешних серверов, это, может быть, там, какие-то сервисы ваших коллег, просто открытые сервисы. Вы их берете и хотите из них собрать веб-карту. Вот и веб-сервис, это как ингредиенты. Дальше мы их должны какой-то послойный пирог собрать именно в вебе, да, не на десктопе, а в вебе. Для этого служит интерфейс веб-карты. А вот когда мы их собрали, там, настроили прозрачности, всплывающие окна, мы уже добавляем креативы, там, инструменты, дизайн, какие-то дополнительные фишечки, да, там, в плане интерактивности. И вот эту, эту роль выполняет как раз-таки веб-аппликейшн-билдер, веб-аппликейшн-билдер, вишенка на торте. Соответственно, портал Yergis Online необходимы нам в очень большой части для подготовки будущего веб-аппликейшн-приложения, да, то есть с помощью веб-аппликейшн-билдера, именно с точки зрения создания вот этой веб-мэпа. То есть веб-аппликейшн-билдер не принимает на вход отдельные сервисы. Он принимает на вход вот эту сборку веб-карты. Соответственно, собрать веб-карту вы можете в двух продуктах, либо на портале, либо в Yergis Online. Сюда и какие тут основные функциональные вещи. Это, во-первых, вы сюда добавляете какую-либо базовую карту, дальше сервисы накидываете как слоеный пирог, самые разные с вашего Yergis-сервера, с чужого Yergis-сервера, OGC-шные сервисы, там какие-то открытые базовые карты. Настраиваете их там поведение, легенда, какая должна быть, какая бывающая окна. И считаем, что в таком виде веб-карта готова. Типы веб-сервисов, как я сказал, могут добавляться самые разные. И настройки тут тоже самые разные, но мы, сейчас я не буду все это диктовать, мы просто посмотрим это на живом примере. Вот. Соответственно, тут про лицензирование я отдельно хотел дополнительно рассказать. Соответственно, из вот этого описания, что нам необходима веб-карта, достаточно очевидно становится, что без портала или онлайна нам не обойтись. И тут опции. Yergis-сервер с версией 10.3.1 и выше. Внутри уже есть лицензии на портал. Возможно, вам ее просто надо активировать, запросить нашу техподдержку, чтобы она ее вам активировала. В составе серверного комплекта для разработчиков есть лицензия портала. Дестоп на техподдержке, как я уже сказал. Покупка отдельной годовой лицензии Yergis Online. Кстати, лицензии Yergis Online сейчас стали продаваться более мелкими паками. Соответственно, минимальная лицензия 50 тысяч рублей стоит. И Yergis Online для разработчиков. То есть, это вот когда у вас вообще ничего нет, вы хотите начать тестировать, регистрируетесь на сайте для разработчиков, получаете Yergis Online для разработчиков, начинаете работать вебобилдером. Прелесть вебобилдера, ну, вы, наверное, уже ощутили, если смотрели наши демонстрации на пленарке. Очень большое количество инструментов. Их уже на данный момент 42 и более девяти вариантов оформления. Плюс, если у вас есть разработчики или вы сами разработчики, вы сюда можете добавлять свои собственные инструменты. Вот, ну и давайте начнем создавать первое приложение. Для этого, как я уже сказал, нам прежде всего необходим либо портал, либо онлайн. в данном случае давайте воспользуемся одинаково, что это, что портал, что онлайн, одинаково выглядит интерфейс. Открываем раздел карта. давайте я сейчас скажу новую карту. Вот она, пустая карта. Первое, что мы сюда должны выбрать, это добавить какую-либо базовую карту. По умолчанию у нас есть несколько базовых карт, у нас их здесь больше, добавлены улицы, допустим, улицы, но в таком виде, например, она нас не устраивает, мы знаем, что у нас есть собственный Argus сервер, я хочу свою собственную базовую карту. Мы сейчас воспользуемся открытыми сервисами DTC Now, у них есть уже готовая базовая карта на Argus сервере, то есть даже при том, что у нас сервер не привязан к порталу, в данном случае мы можем взять этот сервис, открыть вот этот сборщик веб-карт на портале на Argus онлайне и сказать добавить слой из интернета, при этом интернет здесь не подразумевается буквально интернет, это может быть ваш внутренний сервис, по внутреннему адресу вы его также отсюда добавляете. Добавили. вот она появилась и подгрузилась. Соответственно, дальше вы ее тут же на веб-карте перемещаете в базовую карту, то есть перемещаете как бы вот такой под свой базовых карт. Старо удаляете, вот у вас уже есть базовая карта. Дальше вам надо допустим еще какие-то тематические свои добавить. можно, например, добавить что-то из открытого в Argus Online сервисов, да, вот мы там презентовали. Например, снимки. Пробуем найти. найти. Добавили. Вот они у нас как свой появились. Легенда создается для них. Дальше у нас там есть тематическое оформление в виде границ вальных округов. Пока отключим. Также добавляем. Ну, в общем, накидываем интерфей, накидываем набор данных. И одновременно у вас могут быть данные на самом портале размещены, если вы им пользуетесь. Соответственно, вы здесь через поиск действуете, говорите там поиск по моему порталу, задаете ключевые слова, например, для быстрого поиска. Вот они. точки с пожарами. Добавили. Теперь следующее, что нам надо сделать, это, например, задать, какие свои будут в легенде, какие не будут. Ну, такие вот операции. Вот, допустим, для лансата, для снимков тут легенда, она не информативная. Мы можем взять и здесь же скрыть в легенде. Да, и тогда в легенде уже здесь эти данные отображаться не будут. При клике на муниципальный округа у нас вот такая карточка всплывает. Мы ее тоже можем соответственно отредактировать, настроить всплывающее окно, брать лишние атрибуты. типа границ оставим, а административный район в заголовок вынесем. Да, то есть из атрибутов она формируется. Теперь вот кликаем, осталась кратенькая карточка типа границы района и название. Соответственно, переименовать можем. Просто переименую в год, когда эти пожары. И оформление, да, то есть веб-карта позволяет выполнять оформление схожее, может быть, даже где-то превосходящее дестопное оформление. Например, я хочу показать класс опасности. Так, класс. Вот, класс опасности, их там категоризированные значения. 1, 2, 3, 4, да, и площадь пожара. Второй атрибут добавляем общую площадь гектара. И дальше он нам предлагает разные варианты уже сразу оформления. Нас интересует, чтобы, вот сейчас, как бы, класс опасности непрерывная шкала. Нам надо четко 1, 2, 3, 4. Выбираем соответствующую категорию, типа и размер. То есть это именно делается в веб-карте. То есть теперь у нас класс пожары, он четко конкретными цветами, размер, общая площадь уже некоторыми интервалами. Ну, естественно, здесь вы можете параметры эти цвета менять. То есть если они вам не нравятся, тут можно и подписи менять, это все работает. Это также здесь настраивается. Теперь если вот в таком виде вас эта карта удовлетворяет, вы ее сохраняете. карта для веб-билдера. И говорите общий доступ. Если вы используете веб-билдер встроенный в портал, прямо отсюда из кнопки общий доступ появляется запуск веб-билдера. Вы говорите начать и сразу запускается конструктор и вы уже поверх него, поверх этой карты начинаете вот приложение создавать. И обратите внимание, да, что оно именно как бы это конструктор тянется из самого портала apps веб-билдер и вы здесь его собираете. Теперь случай, если вы хотите вот эту веб-карту собрали на портале, но хотите веб-билдер куда-то поместить на другой веб-сервер, что вам для этого надо? Как я сказал, вам нужна девелоперская версия для разработчиков. Это не означает, что вам там надо будет разрабатывать. Вы такой же визуальный конструктор, просто его надо скачать ксенокомпьютер, адрес developers argiscom, вы там регистрируетесь, я в данном случае уже зашел сюда, давайте кнопочку дашборд, скачивание IP SDK, здесь очень много продуктов, нам нужен веб-билдер. И вот тут все версии, текущая версия, соответственно, качаете себе на компьютер и уже с компьютера там такой мини-веб-сервер поднимается внутри веб-билдера, вы это приложение собираете, подключаете веб-карту, которую собрали там на портале на онлайне и сам код приложения в виде папочки копируете на веб-сервер куда-либо. Ну, про это я уже делал доклады, плюс это вот как именно веб-билдер Developer Edition связать и положить и он как бы тематику первичного создания как бы работать с веб-билдером не укладывается, да, это уже более продвинутые техники, поэтому я про это рассказывать не буду. Вот, в общем-то концептуальная идея такая, да, то есть портал онлайн нам необходим в первую очередь для создания веб-карты, дальше для авторизации, но даже если вы авторизацию использовать не хотите, портальную, вы можете открыть доступ к вашему веб-приложению тем, а доступ к самим сервисам, да, вот к этим сервисам, на уровне Argus Server закрыть, тогда у вас будет открываться интерфейс веб-билдера и всплывать окошечко авторизации Argus Server. Значит, это для самостоятельного изучения я оставил как Developer Edition использовать, ну и, в общем-то, следующий доклад Марии как раз уже будет рассказывать, как веб-билдере собирать приложение, да, я вам показал, как к нему приблизиться. И, если вы хотите еще самостоятельно попробовать собирать приложение, есть дистанционный бесплатный урок по созданию веб-приложений, есть такой сайт learn-argis.com, там разные уроки, там, на ArcMap'е уроки, на Argus Pro уроки, в том числе на создание веб-билдера в приложении есть урок. Он русифицированный, в общем-то, там все описано, что для этого надо. Ну и, естественно, в наших курсах мы рассказываем тоже про это, так как они у нас интегрированы с портальной частью. Вот, все, спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok